здравствуйте марина кузнецова я опять отвечаю на ваш вопрос вы их довольно много задаете я думаю что на многие вопросы у вас все-таки и у самой есть часть ответов и если вы поразмыслите и будете больше вникать в то что уже внутри вас происходит то вы найдете ответы но я конечно же готова вам помогать в них и хочу чтобы вы также становились таким же проводником для многих людей которые вокруг вас речь о соседке которая пришла и спрашивала о том или даже констатировала факт что у нее шесть кредитов и сейчас она нашла какую-то организацию которая объединит эти кредиты в один даст еще денег под залог квартиры я умом понимаю что это большой риск сердце чувств сердцем чувствую что бог это не одобряет но не могу найти этому подтверждение в библии помогите пожалуйста найти нужные слова марина во первых вопрос этот человек в какой системе живет если в системе царства божьего тогда можно говорить о выходе если эта система вавилона тогда она живет как заложница в системе вавилона и поэтому объяснять и что-то из ценности библии может пройти мимо поэтому надо сначала ее повернуть в сторону царства божьего если она уже туда вошла то тогда надо начать менять образ мышления потому что образ мышления вавилона в царстве божьем это несовместимые вещи и кредиты которые человек берет он для себя встает под зависимость система вавилона а вы знаете как это было при строении башни как строился строилась стена вавилона именно на кредиторах вернее на те кто брал кредиты кредиторы они использовали этот важный момент потому что улавливалась человеческая суть в сети каким образом человек который знает что его ждет после того когда он возьмет кредит и не отдаст глядя на те кто строил эту стену их просто сбрасывали через два-три года со стены потому что они становились больными либо они прямо умирали там на работах потому что они так и не могли отдать кредит но люди глядя на эту картину продолжали их брать почему так трудно отдавать легко брать потому что мотивация пропадает при наличии уже имеющиеся цели которые ты достиг как желаемое и поэтому мотивации нет отдать трудно и человек на считает начинает себя ощущать рабом ситуации и хочется выйти из рабства больше даже чем заполучить новую вещь и поэтому сейчас она хочет выйти из рабства не понимая что может потерять квартиру и станет еще худшим рабом поэтому в данном случае я вижу один выход идти к богу приносить покаяние за всю подобную ситуацию и отказаться от зависимости мамоны и сказать господь помоги мне разбираться с кредитами и написать план выплат когда она даже пусть понемногу но может выплачивать каждый месяц и вот таким образом бог начнет выходить на помощь если же человек просто хочет зайти в новую кабалу то господь будет ждать пока человек на самом деле измучается я не хотела бы чтобы она оказалась в этой проблеме дальше поэтому благословение вам марина чтобы вы могли объяснить системы их две но мы выбираем в какой системе жить всего доброго на самом деле Субтитры создавал DimaTorzok